Здравствуйте, я Nostromo771. Сегодня я хотел бы провести обзор и небольшое тестирование антивирусного бесплатного продукта Bitdefender Antivirus Free Edition. Данный продукт существует уже продолжительное время, но изначально был реализован на румынском языке. И совсем недавно его бесплатная версия вышла на английском языке, что соответственно меняет абсолютно отношение к этому продукту, так как на румынском языке, конечно, ограниченное количество людей могло этим продуктом пользоваться. Теперь на английском, в принципе, практически любой пользователь, учитывая то, что этот продукт не требует каких-то глубинных знаний, способен защищать большинство пользователей в мире. Итак, версия продукта на настоящий момент 1.0.13.859. Что входит в состав этого продукта? Защита в режиме реального времени. Экран реального времени обеспечивает защиту во время доступа, проверяются все файлы в момент их запуска или копирования. Например, файлы, которые вы только что скачали из интернета, проверяются незамедлительно. Активный вирусный контроль. Инновационные технологии проактивного обнаружения, которые используют передовые эвристические методы для выявления новых потенциальных угроз в режиме реального времени. Эвристика бесплатного антивируса Bitdefender обеспечивает высокий уровень защиты от новых угроз, которые еще не были добавлены в вирусные сигнатуры. Активный вирусный контроль Bitdefender Antivirus Free Edition следит за каждой программой, запущенной на компьютере и выявляет вредоносные на основе их действий. Система обнаружения вторжений. Эта технология представляет собой эвристический мониторинг приложений, которые пытаются получить доступ к сетевым службам или интернет. Данная система оценивает работающие в системе программы, когда они выполняют действия на компьютере с точки зрения вредоносной активности. Когда оценка достигает определенного уровня, то приложение блокируется как вредоносное. Проактивная технология Behave Это новая технология Bitdefender, разработанная, чтобы уменьшить зависимость от вирусных сигнатур через проактивное обнаружение неизвестных угроз. Эта технология основана на поведенческом анализе в виртуальной среде. Behave в Bitdefender Antivirus Free Edition проверяет характеристики и действия приложений, которые связаны с вредоносными программами. Программа может считаться вредоносной, если она попытается изменить определенные файлы, получить доступ в критические области памяти или создать файл, который является продуктом известного вируса. Если никаких вредоносных действий не обнаружено, Behave запускает программу в нормальном режиме. Если в подозрительное поведение присутствует, Behave автоматически отправляет в карантин или удаляет приложение. HTTP сканирование Бесплатный антивирус Bitdefender анализирует и блокирует мошеннические и фишинговые веб-сайты. Anti-rootkit Технологии используются для поиска скрытых вредоносных программ, также известных как rootkиты. Rootkиты представляют собой скрытый тип программного обеспечения, часто вредоносного, направленного на скрытие определенных процессов или программ от обычных методов обнаружения. При этом rootkиты позволяют получить привилегированный доступ к компьютеру. Периодическое обновление Bitdefender Antivirus Free Edition периодически обновляется без вмешательства пользователя, обеспечивая оптимальный уровень защиты от новых угроз. По поводу аппаратных требований известно немного. Известно, что продукт поддерживает Windows XP 32 и 64 бита, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 также 32 и 64 битные версии. Никаких ограничений нет. Насколько известно, продукт затрачивает минимальное количество оперативной памяти и памяти на жестком диске. Переходим на рабочий стол. Для тестирования используется Microsoft Windows 8 корпоративная, процессор Intel Core 2QART Q9550-283 на ядро, выделена оперативной памяти 4 гигабайта и используется 3. 32-разрядная операционная система. Система была просканирована Hitman Pro 370 Build 185, обнаружено 0 вредоносных объектов. Приступаем к установке дистрибутива. Распаковка. Мастер установки задает вопрос, на каком языке установить программу. Предлагается английский, но можно выбрать и румынский. Здесь же предлагается прочитать текст лицензионного соглашения на использование данной программы на английском языке. Выставлена галочка на согласие на отправку анонимных отчетов об использовании программы. А также нам необходимо согласиться с текстом представленного лицензионного соглашения. Продолжаем установку. Следующим этапом является указание пути, куда будет установлен антивирус. По желанию его можно изменить. Выставлена галочка провести первоначальную, быструю проверку системы. По желанию можно отключить, можно оставить активной. Запускаем. Происходит сканирование системы, системных файлов на вирусы. Указывается процент. Происходит загрузка файлов программы. Выполнено. И последним шагом будет установка файлов. Выполнена проверка и установка. Она происходит достаточно быстро. Здесь нам предлагают сравнить антивирусную защиту. На экране интернет секьюрити 2013 года. И мы соглашаемся с тем, что установка закончена. Появляется окно продукта. Вот так оно выглядит. Сейчас нас предупреждают об опасности. Происходит обновление баз. Защита от вирусов выдает опасность. Система уходит на перезагрузку. После выполнения перезагрузки в трее находится значок. При наведении и нажатии правой кнопкой мыши открываются следующие функции. Show. Это открыть главное окно продукта. Чтобы его закрыть, достаточно нажать на любую часть окна. About. Информация о продукте. И возвращаемся в главное окно. Ну и функция выхода из программы. Структура программы элементарно проста. В верхней части мы видим уведомление о том, что мы защищены. Версия продукта 1.0.13.859. Дата обновления 23 декабря 2012 года на 23 часа 22 минуты. ПМ означает вторую половину дня. Ну и здесь дата представляется в англоязычном варианте. Защита от вирусов. Выполняется. Указан последний проверенный объект. Автоматическое сканирование выполняется. Система MyBitDefender. Мы подключены к нему. Можно вывести на дисплей. Открывается окно учетной записи продукта. Если у вас нет учетной записи, то вы указываете свой электронный адрес и вводите пароль. Заводите таким образом свой аккаунт в Bitdefender для того, чтобы войти вот в такое красивое меню, где можно менять цветовое разрешение. Информация очень краткая. Компьютер, который сейчас работает, подключен к бесплатной версии антивируса. Далее, что касается вирусной защиты, ее можно отключить и получить уведомление о том, что мы подвергаемся опасности. Включить. Получить более подробную информацию. Защита от вирусных инфекций в режиме реального времени. Возвращаемся обратно. Автоматическое сканирование. Полное сканирование не проводилось. Быстрое сканирование не проводилось. Автоматическое сканирование периодически, проверяя чувствительные области системы или всю систему, не влияя на производительность приложений. Ну и MyBitdefender это переход непосредственно в вашу учетную запись. Надпись гласит. Мой Bitdefender предлагает доступ к целому ряду продуктов или услуг. Вам нужно зарегистрировать свой Bitdefender, чтобы продолжить использование этого продукта после истечения срока. Срок, который здесь дается 30 суток на так называемый пробный период. Потом вы должны завести свой аккаунт. В нижней части главного окна программы расположена сноска налоги. При ее нажатии открывается дополнительная панель, которую можно вот так вот выделить в отдельную абсолютно структуру. Она распределяется на следующие детали. События, которые происходят, системные события. Можно их посмотреть более детально, прочитать, экспортировать. В ожидании очистки. Здесь сейчас нет никаких инфицированных объектов. Шрифт, вы видите, можно увеличивать, уменьшать, кому как удобнее смотреть. И файлы, находящиеся на карантине. Тоже пока здесь ничего нет. Имеется функция удалить все, либо очистить список. Далее имеется функция поделиться информацией в Facebook, Twitter. При нажатии на значок Bitdefender мы переходим на сайт Bitdefender. Ну вот в общем-то и все, что можно рассказать про настройки данного продукта. Сейчас он находится в активном состоянии. Продукт обновлен. Давайте выполним небольшие тестовые мероприятия. Первый тест это проверка на заявленную защиту от фишинговых сайтов. Первая ссылка фишинговая. Bitdefender Antiviral Free Edition заблокировал. Обнаружено вредоносное программное обеспечение. Данный сайт является фишинговым. Вторая ссылка. И Bitdefender заблокировал. Следующая ссылка и открытие страницы. Следующая ссылка фишинговая и открытие. Следующая ссылка и блокировка. Bitdefender Antivirus Free. Следующая ссылочка фишинговая и открытие сайта. Следующая фишинговая ссылка и блокировка антивирусом. Следующая фишинговая ссылка и блокировка. Следующая фишинговая ссылка и вход на страницу. Вся представленная информация о фишинговых сайтах была получена с сайта PhishTank. Все эти ссылки очень свежие, можно сказать буквально совсем недавно появившиеся. Ну и среди них мы видим, что частично ссылки обработаны, но имеются и моменты прохода на сайты. Запускаем мини-секьюрити тест от имени администратора. Bitdefender антивирус заблокировал работу данной активности, так как в ней были замечены признаки зловредности. И запрос активный вирус контроль обнаружил мини-секьюрити тест. Предлагается либо разблокировать работу этой программы, либо скрыть. Разблокировали, еще раз запускаем. Ну и тест мы от имени администратора не проходим. Соответственно, если будет запускаться тест в нормальном режиме, то Windows помогает преодолеть все опасности. В информационный бюллетень попадает информация о программе, путь, ее расположение. Мы можем увеличить текст, уменьшить его. Заблокирован процесс, можно экспортировать. Следующий тест от имени администратора запускался, это антитест. Запускаем кейлок. Снятие клавиатуры осуществляется. Скриншоты. Выполняются. Стартуем копирование. Выполняется. Защита системы. Первый ключ не заблокирован. Второй ключ не заблокирован. Размещение драйвера. Нас предупреждает о том, что в системе вполне возможно работа троянов, так как драйвер был размещен. При запуске без административной учетной записи у нас срабатывает блокировка регистрационных ключей и невозможно разместить драйвер. Но здесь, я так понимаю, помогает Windows 8. Еще один тест, это Commodore Leak Test. Запускаем от имени администратора. Мы получаем в этом тесте 130 баллов из 340, но это учитывая, в данном случае у меня был отключен Firewall Windows. Включаем Firewall, так как антивирус у нас, естественно, данного защитного модуля не имеет. Выставляю блокировку всех входящих и перезапускаем тест. От имени администратора и с включенным Firewall от Windows мы зарабатываем те же самые 130 баллов. Тот же самый результат, 130 баллов мы получаем и при запуске в режиме нормального использования. Переходим к тесту детекта. У меня имеется архив, который был создан 23.12.2012 года. В данном архиве находится 5268 объектов. Эти объекты были собраны в октябре, ноябре и в декабре по 23. Ежедневно самые активные зловредные программы в интернет. Запускаем разархивирование. Вводим пароль. Выполняется процесс распаковки. Время 0 часов 0,4 минуты. Дождемся окончания процесса. Он несколько замедляется. Видно, что какое-то действие ему мешает. Вот появляется первое уведомление от Bitdefender о том, что было заблокировано и изъято 3 объекта. Процесс продолжается. Продукт ненавязчиво уведомляет о том, сколько объектов было обнаружено. Давайте посмотрим нагрузку на систему во время выполнения распаковки. Как правило, она всегда достаточно значительная бывает. Мы видим первый процесс Bitdefender, который занимает 11-12 мегабайт. Второй процесс занимает 73 мегабайта. Ну и все. Больше процессов Bitdefender в системе я не наблюдаю. Виртуальная память на пике пока занимает 1 гигабайт. Рабочая память физическая 117 мегабайт. В настоящий момент система сообщает о том, что один файл был помещен на карантин и 142 файла было удалено. Хотелось бы отметить, что антивирус в автоматическом режиме включается в проведение полной проверки. Сейчас она выполняется. Распаковка постепенно приближается к окончанию. Сейчас обработано 92%. 415 файлов числятся как удаленные. И 5 файлов помещены на карантин. Всего обработано 422 инфицированных объекта. Мы видим, что папочка сейчас содержит 4622 объекта. Их количество увеличивается. Закончено сканирование. Общее время, которое было затрачено, составляет 51 минута. Это то количество времени, которое понадобилось на распаковку объектов и на детект. Сейчас мы видим, что количество объектов резко сокращается. Включились процессы удаления обнаруженных зловредных файлов. Дождемся окончания этого процесса. Продолжается процесс удаления объектов. Их уже менее 4000. Имеется 14 файлов, которые невозможно обработать в настоящий момент. И требуется перезапуск. Количество объектов уменьшается и перешло за черту 2000. Количество объектов уменьшилось и сейчас перешло черту в 1000 объектов. Ликвидация продолжается. Количество объектов уменьшено и сейчас менее 200. Итак, на цифре 130 объектов автоматическое удаление прекращено. 29 файлов не были обработаны. Требуется перезагрузка. 85 помещены на карантин. Остальные были удалены. Давайте посмотрим логирование. Здесь логирование разбивается по 1000 объектов. В карантине находится 85 файлов. Можно все их удалить. Перед тем, как выполнить перезагрузку, давайте посмотрим на пик. Пиковая виртуальная память так и осталась максимально 1 гигабайт. И пик рабочий 128 мегабайт. Выполняется перезагрузка. После выполнения перезагрузки папочка содержит 45 элементов на остатке. Выполняем принудительное сканирование. Сканирование по требованию. Закончено сканирование. Был обнаружен и удален один объект. После обработки объектов еще один объект был удален. Итого сейчас папочка содержит 43 объекта после сканирования вручную. При помощи специальной программы меняю расширение файлов, которое было безопасно и вирк, на расширение исполняемых экзо, потому что возможно на расширение частично не сработал наш защитный продукт. Применяем. Изменения применены. Сканируем еще раз данную папочку. Повторное сканирование было проведено очень быстро. Никаких объектов более здесь обнаружено не было. Выполняю архивацию данной папочки для того, чтобы впоследствии была возможность эти объекты запустить. Архивирование выполнено. Объекты находятся в данном архиве. Теперь сканируем папочку сторонними сканерами. Первый это Hitman Pro. Обнаружено 9. Остальные проверяются через облако. Закончено определение угроз. Hitman Pro определил здесь в качестве объектов опасных. В основном двигателем Icarus. Насколько я смотрю, иногда GData фигурирует. 13 вредоносных объектов. Все эти объекты мы удаляем. Папочка содержит на остатке 30 объектов. Запускаем MCSoft Emergency Kit. И приступаем к выборочной проверке. Добавляем путь к нашей папочке. Выполняется проверка. Проверка завершена. Было просканировано 30 объектов. Ни в одном из них не было обнаружено каких-либо зловредных моментов. И последний сканер. Коммода Клейнк Эссеншалс. Добавлена наша папочка на сканирование. Запускаем сканирование только этой папки. Сканер обнаружил еще 3 опасных объекта. Предлагает их удалить. Применяем. Таким образом, в настоящий момент папка содержит на остатке 27 файлов. Ни один из моих сканеров, которыми я пользуюсь, более среди этих файлов никакой зловредности не обнаружил. Поэтому эти 27 файлов я отнимаю при расчете процента. Итак, результаты проведенного разархивирования и сканирования нашим защитным модулем. Если учитывать, что 27 файлов не являются зловредными и вычитаются из общего количества, мы получаем, что остаток нераспознанных из 43 равняется 16 зловредным файлам. Соответственно, от общего количества, просканированного, эти 16 составляют 0,3%. Это достаточно низкий процент не обнаруженных. Папочка со зловредными остатками в количестве 43 объектов была распакована. Для того, чтобы приступить к последнему этапу, это проверка хипс-защиты, проактивной защиты при запуске оставшихся приложений. Приступаем к запуску. Блокнот. И еще один файл блокнота. Игра. Предупреждение о повреждении. Обнаружение вредоносного процесса. Блокировка. Еще раз. Игра. Предупреждение. Блокнот. Блокировка антивирусом. Блокировка антивирусом. Блокировка антивирусом. Невозможно запустить программу, предупреждение, блокировка, 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 ошибка параметра. Смотрим данные Kill Switch о процессах, которые находятся в системе. Я вижу один зловредный процесс, который присутствует и определен. Он находится в качестве объекта QuickTime, запущен и присутствует еще 4 объекта нераспознанных, один дублированный, которые не определены. И на этом все. Глобального поражения системы я в настоящий момент не наблюдаю. Активный вирусный контроль предупреждает, что 8 процессов было заблокировано. Здесь они перечисляются. Их можно посмотреть, какие именно были заблокированы. Можно разблокировать, можно закрыть, скрыть информацию по ним. Давайте удалим оставшиеся объекты, которые мы запускали, для того, чтобы выполнить последующую проверку. Пропускаем те объекты, которые работают на горячую, которые удалить невозможно пока. Запускаем анализ системы Hitman Pro. Начинается обнаружение объектов. Обнаружен и вирус. Наш файл, который мы запускали, 31. По мнению Карлса, это Win32 модификация Solity. Сканирование окончено. Был обнаружен один объект. Только один вирус в Solity и данное определение принадлежит IKARUS. Давайте перепроверим этот файл через VirusTotal. Выбран файл 31, который был определен. И запускаем сканирование. Система подтверждает 5 срабатываний из 45 двигателей. Проводим перепроверку. Сканирование окончено. 4 двигателя из 46 дали свое положительное согласие на то, что это вредоносная программа. Среди них Avast Win32 определяет IKARUS VirusTotality, Sumantec, Trend Micro. Ну а как судить по этому файлу? В общем, я оставляю этот вопрос непосредственно на мнении каждого пользователя в отдельности, потому что здесь очень сложно дать классификацию, когда небольшое количество двигателей задействовано, и соответственно подтверждения большого по зловредности этого файла нет. Тем не менее, никакого глобального поражения системы мы не смогли получить. Те файлы, которые были на остатке зловредные, 8 из них были заблокированы при запуске. Bitdefender выдержал поставленную перед ним задачу защитить пользователя от любого поползновения в системе. Антивирус работает на горячую, антивирус работает на сканирование на автомате. Периодически будут проводиться полные сканирования системы, сканирование основных областей, обновление будет происходить автоматически. Таким образом, практически мы отлучены от какой-либо деятельности, связанной с принятием решений. Этот антивирус будет удобен для пользователей, которым самостоятельно тяжело принять какое-то решение. Но естественно, что большим плюсом продукта является его бесплатность. Это неоспоримо. Но то, что пользователю, который не может ответить на поставленный вопрос системой о зловредности или не зловредности какого-то объекта, ему будет очень легко, потому что здесь практически думать ни о чем не надо. Система работает сама. Единственным минусом, который является у этого продукта ощутимым, ну это по моему мнению, это то, что нет никакой системы занесения каких-то папок, дисков или файлов в исключение. Может быть такая ситуация, когда необходимо отказаться от сканирования того или иного объекта. В этом случае мы, к сожалению, здесь ничего сделать не сможем. Автомат есть автомат, он работает самостоятельно. Также непонятно, каким образом работает сканирование флеш-USB накопителей. Потому что при подключении USB накопителя, кроме уведомления системы Windows о том, что сделать с этим флеш-накопителем, открыть его или нет, более никаких запросов антивирус не выдает и неясно, сканирует он флеш-накопитель или нет. Естественно, что самостоятельно мы можем перейти и дать команду просканировать. Но на автомате непонятно, выполняется ли какое-то сканирование или нет. Тем не менее, даже если оно не выполняется в ходе манипуляции с файлами, если среди них будет обнаружен какой-то зловредный объект, он будет либо заблокирован, либо уничтожен антивирусом. Таким образом, мне хотелось бы сделать вывод о том, что этот продукт очень жизнеспособен, он будет по всей видимости развиваться и возможно какие-то дополнительные функции будут постепенно у него появляться. По моему мнению, данный продукт является минимизированным антивирусным комплексом, работа которого будет очень удобна для большого количества пользователей. К данному продукту можно рекомендовать бесплатный сервис от Bitdefender. На сайте Bitdefender в подразделении бесплатности есть так называемый иммунизатор USB флеш-накопителей. Он бесплатен. Я рекомендую его скачать, установить и все свои USB накопители иммунизировать. Это не позволит зловредным программам инсталлировать автозагрузочный файл на ваш флеш-накопитель, где бы вы им не пользовались. И таким образом вы себя обезопасите от этого вида угроз. Также хотелось бы добавить, что исходя из того, что тест показал, что достаточно слабо продукт защищается от каких-либо снятий скриншотов, клавиатуры и прочих мошеннических действий на компьютере, Если вы захотите усилить эту сторону защиты, вы можете установить, например, что-то подобное защитному комплексу Zimano, который отвечает именно за блокировку такой деятельности. У Zimano есть бесплатный продукт, который защищает именно перехват клавиатуры. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был NoStromu7771. Спасибо за внимание. До свидания.